МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Ольга Панова. Земля должна работать и работать эффективно, сказал Владимир Путин на заседании Государственного совета. Однако на пути этого президентского наказа в регионах стоят проблемы и противоречия. В Чебоксарах собрались те, кто как раз занимается их решением. В столице Чувашии прошло совещание в области имущественных и земельных отношений среди субъектов ПФО. Приволжский федеральный округ – регион аграрный, соответственно, земля – важный производственный ресурс. Когда на участках сельхозназначение, а в Чувашии это больше половины площади, вместо ростков сходят коттеджи на лицо нарушения закона. Актуальной задачей сегодняшнего дня это является введение в оборот неиспользуемых земельных хозяйственных назначения и искоренение незаконных земельных сделок. Кое-кто ищет новые лазейки, чтобы обойти законы. Я приведу один свежий пример. В течение года нам пришлось бороться, очень сложно, рядом с Волгой, рядом с федеральной трассой практически, где недалеко газ, коммуникации, электроэнергия и все остальное. 118 гектаров земель сельхозназначения было оформлено собственно за 2 миллиона рублей. Но некоторые участки попросту зарастают бурьяном. Сейчас регионы работают над тем, чтобы невостребованные или использованные не по назначению земельные доли оказывались в собственности муниципалитетов. К примеру, в Мордовии таким образом изъяли уже около 30 тысяч гектаров, а в Чувашии – полторы сотни тысяч. Кроме предназначения земли, говорили и о ее ценности, вернее, кадастровой стоимости. Влияет она, к примеру, на то, какой налог на землю будет платить собственник. В Чебоксарах это 0,1% от кадастровой стоимости. Основной тренд – это приведение кадастровой оценки в соответствии с рыночной, потому что она не должна быть существенно ниже и она не должна быть запредельно высокой. Она должна соответствовать тем рыночным реалиям, которые есть. Как бы то ни было, чаще всего приближение кадастровой стоимости к рыночной означает ее рост вместе с ростом налога. Такие меры вызвали среди россиян бурю недовольства и заявлений на пересмотр. В 2011 году по сегодняшний день подано 993 иска. Это самый большой процент по всем субъектам Российской Федерации. Нужно понимать, что кадастровая стоимость земель, она проводится, и до этого проводился, она проводится ежегодно, через каждые 5 лет. То есть она не проводится, сейчас она объявилась об этом. То есть она каждые 5 лет, соответственно, изменяется стоимость кадастровой стоимости земель. То есть она уже идет постепенно. В итоге представители регионов подписали соглашение. Для обмена опытом и совместной работы над законодательством в ПФО создадут ассоциацию органов исполнительной власти в области имущественных и земельных отношений. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Еще одной темой совещания стало предоставление земли многодетным семьям. Проблемы у регионов схожие, а вот пути решения находятся разные. Как решают земельные вопросы в регионах ПФО смотрите сразу после нашего выпуска. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России от Чувашской Республики, заместителем председателя Комитета по образованию Аленой Аршиновой. Алена Аршинова рассказала о встречах с жителями Республики. Один из часто задаваемых вопросов – ликвидация очередей в детские сады. Заместитель председателя Думского комитета по образованию подчеркнула, что правительством Чувашии и депутатами Госдумы России прикладывается много усилий для скорейшего решения этой задачи в Республике. Алена Аршинова сообщила также, что сегодня в прямом эфире общалась со слушателями национального радио. Глава Чувашии сообщил, что в Республике уделяется самое серьезное внимание модернизации системы дошкольного образования. По 2013 году на эти цели направлено более миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию пять новых детских садов, еще шесть планируют создать до конца года. За полтора месяца до нового 2014 года, который объявлен в России годом культуры, в Чувашии подвели культурные итоги 2013-го. Всечувашский праздник, как оттуй, гастроли театров в Республиках Коми, Башкортостан и Удмуртии. Мероприятия, которые уже стали нашими брендами – родники России, Чебоксарский кинофестиваль, конкурс молодых оперных певцов. В прошлые годы столица Чувашии справлялась с гордым званием культурной столицы Поволжья. В будущем оборота предстоит только наращивать. Вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в прошлом году подписал указ о проведении на федеральном уровне и о праздновании на федеральном уровне двух юбилейных дат. Это 550-летие образования города Чебоксары в 2019 году и в 2020 году образования Чувашской автономии. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас работы будет очень много. Надо будет готовиться. Готовиться, вероятно, будет на что. В 2014 году обещают выделить 20 миллионов на ремонт филармонии. Ну а 10 миллионов, которые выделили на реконструкцию Республиканского театра кукол, уже освоили и новогоднюю сказку маленькие зрители увидят в отремонтированном зале. Полностью модернизация театра завершится в 2016 году. И на эти цели поступит еще 10 миллионов рублей. Совершенно определенно названа дата, когда вновь откроется лицей имени Лебедева – 2017 год. Средства в объеме 250 миллионов заложены в федеральном бюджете. Впрочем, направят средства не только на ремонт и модернизацию, но и на зарплаты. К 2018 году заработная плата работников культуры и искусства должна выйти на уровень средний по региону. По итогам 9 месяцев этого года среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Республики составила 11 047,4 рубля. Интересные мероприятия, важные даты. Главное, чтобы культурными были не только работники этой сферы. Год культуры не прошел бесследно. Хотелось бы, чтобы в год культуры не смотрели все вот только на нас. Год же ваш, а покажите-ка вы на что способны, а что вы можете. Хотелось бы, чтобы нам еще и как бы помогли. Вот смотрите, совсем скоро в феврале в Сочи Олимпиады. Когда огромнейшие государственные деньги были туда вложены, пройдет замечательное мероприятие, ну, событие, это событие, останутся вложенные средства в виде стадионов, там различных спортивных сооружений, куда люди будут ходить, улучшать свое здоровье и так далее. Вот очень бы хотелось, чтобы после года культуры тоже осталось что-то материальное, такое значимое, на котором мы с горящими глазами. Минек Чувашии повысил прогноз по индексу производства по году с 96 до 99 100% к уровню 2012 года. В любом случае показатель получается меньше, чем годом ранее. Тогда было чуть свыше 107%. На чем основываются такие более благоприятные ожидания, сегодня на встрече с журналистами рассказал исполняющий обязанности министра экономики Владимир Аврелькин. Выводы об увеличении индекса не беспочвенные, заявил нынешний глава профильного министерства. Расчет по-прежнему на сотрудничество со стратегическими партнерами в лице госкорпорации и подписанная с ними программа. В рамках этих соглашений предприятия республики получают заказы. Вместе с тем, по-прежнему жива надежда, что на поправку пойдет одно из крупных предприятий по производству тракторной техники. Ситуация там сильно влияет на машиностроение и экономику республики в целом. По оценке Минека, именно там допущено наибольшее снижение. Сегодня ситуация выравнивается. Если мы в начале года производили ноль вагонов, и в течение трех месяцев мы на нуле стояли, то сегодня у нас уже 400 вагонов, в конце года 500, и со следующего года тоже 500 вагонов они будут производиться. Поэтому еще раз говорю, что в следующем году, я, наверное, не ошибусь, что мы будем впереди первой тройки-пятерки, это приложение в федеральном круге, это точно. Сейчас бизнесы власти ищут новые решения, чтобы усилить позиции российских производителей. Что мы делаем? Мы сейчас выносим технические регламенты, которые будут действовать в рамках Евразиатской комиссии, для того, чтобы запретить сюда ВОЗ, не запретить, вернее, ограничить ВОЗ, там, некачественные техники, которые сегодня имеют место быть. Первое, потом мы стараемся диверсифицировать все-таки экономику, мы пытаемся наложить такую определенную долю господдержки на субъекты малосреднего бизнеса, и делаем упор на них. Сегодня примерно 40% от всех работающих представили субъекты малосреднего бизнеса, порядка 120 тысяч человек. Поэтому обеспечение качества новой работы, обеспечение новыми проектами, для нас тоже это приоритетная задача. Что касается другой важной отрасли промышленности химической, то там тоже не просто сказывается вступление России во Всемирную торговую организацию. Сложно выдерживать конкуренцию с другими производителями. Положение в химической отрасли определяют три крупных предприятия республики. Где-то раньше, где-то позже, но идет модернизация производства, реструктуризация и диверсификация внедрения новых технологий. В ближайшем будущем от этих процессов ждут отдачи. Социально-экономический прогноз зависит от самочувствия реального сектора экономики и работы конкретных предприятий. А для исполнения даже более скромного сценария развития экономики до конца года предстоит проделать большую работу. В целом, 2013 год стал очень тяжелым для промышленности республики. О том, что нужно сделать для реального сектора, чтобы достичь намеченных прогнозов, сегодня говорили чиновники и бизнесмены. Предметный разговор состоялся на площадке торгово-промышленной палаты Чувашии. На встрече в ТПП представители власти надзорных органов бизнеса на повестке дня развития инвестиционной привлекательности и предпринимательства, основ здоровой экономики. Вопрос, успевший набить оскомину, но с годами не теряющий своей актуальности. От реального сектора зависят доходы бюджета и выполнение различных социальных программ. Неудивительно, что к нему приковано внимание власти. Мы последние годы активно наращивали, опять же, с помощью реального сектора экономики, объемы инвестиций. Мы подошли к психологическим цифрам 50 миллиардов в год, что в прошлый год был 65 миллиардов рублей. И, соответственно, темпы были выше средневроссийских. И, соответственно, 2013 год тоже показал, что с учетом всех негативных прогнозов складывается тяжело. Как улучшить инвестиционный климат и в чем поддержать предприятие? Власть выражает готовность открыто обсуждать проблемы, а бизнес отмечает изменившийся тон диалога. Власть сама это видит и причем на собственном опыте даже столкнулась с этими трудностями, когда речь зашла о отведении земельного участка, там есть согласование процедур под индустриальный парк. И что особенно поразительно было, что действительно даже при том сильном, нормальном вашем административном ресурсе все равно на согласовательных процедур ушло от 6 до 8 месяцев. Диагностика уже, по сути, пройдена на всероссийском уровне. Такие же напасти. Болезненно дается рост тарифов. Рост тарифов и отсутствие инвестиций в энергетику приводит к тому, что появляются сдерживающие факторы. Поэтому проблема энергообеспечения и проблема понятной долгосрочной ценовой прогнозов на основные энергоносители – это важная вещь. Нередко сбивается пульс от принятых законодательных решений. Сегодня речь о постановлении правительства за номером 644. Касается оно правил водоснабжения и водоотведения. Документ вступит в силу с 1 января 2014 года, но бизнес просит отложить и доработать. Платежи за сброс увеличатся от десятков до сотен раз. В самих правилах предусмотрено, на наш взгляд, уже двойной платеж за один и тот же объем сбрасываемых стоков. Например, сначала мы с вами платим за те стоки, которые мы осуществили. Плюс ко всему, очистные сооружения не смогли их очистить должным образом. Осуществляют стоки уже сброса в водные объекты. И по нарушению, по показателям, по сбросу именно в водные объекты, платят дополнительный платеж, который потом по требованию закона перевоставляют нам. Словом, документ представляется сырым, а в таких условиях придется выживать. Ни о какой инвестиционной деятельности не может идти и речи. Озвученные проблемы теперь в основе протокола, который в будущем должен стать руководством к действию для власти. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня на 74-м году жизни скоропостижно скончался почетный гражданин города Чебоксары Станислав Владимирович Шалимов. Станислав Владимирович родился в 1940 году в Магаданской области. Свою трудовую деятельность он начал на Павлодарском тракторном заводе. В 1974 году был переведен на Чебоксарский завод промышленных тракторов. В середине 80-х Шалимов перешел на партийную работу. До апреля 1992 года Станислав Владимирович работал председателем исполкома Чебоксарского городского совета народных депутатов. Работая на руководящих должностях, Шалимов внес большой вклад в экономическое и культурное развитие города Чебоксары. В годы его работы активно строились объекты социального назначения, заводы, жилье. Прощание со Станиславом Владимировичем Шалимовым состоится в фойе Дворца культуры Чебоксарского агрегатного завода 17 ноября с 11 до 13 часов. Сегодня утром было парализовано движение между Чебоксарами и Новочебоксарском. Там произошло массовое ДТП. По последним данным столкнулись 8 автомашин. Пострадал один человек. Погибших нет. Воскресенье, 17 ноября, Всемирный день памяти жертв ДТП. Он отмечается ежегодно в 3 воскресенье ноября. Идея его проведения принадлежит Британскому благотворительному фонду помощи жертвам ДТП, который отмечает эту памятную дату с 1993 года. В Европе это был самый трагичный год. На дорогах погибли почти 50 тысяч человек. Сегодня на новость об очередной аварии уже почти не обращают внимания. Война на дорогах превратилась в обыденное явление. В мире каждый день в транспортных происшествиях погибают около 3,5 тысяч человек. Десятки тысяч становятся инвалидами. ДТП наносит колоссальный урон всему человечеству, как с демографической, так и с экономической точки зрения. По данным статистики, только за 10 месяцев этого года в России в ДТП погибли более 21 тысяч человек и пострадали свыше 212 тысяч. В Чебоксарах за это же время в 665 авариях погибли 24 человека и 764 получили ранения. Причем большинство жертв – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 88% ДТП произошло по вине водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения. Среди самых распространенных причин – превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда перекрестков. К другим новостям. Накануне дня рождения основоположника новой чувашской поэзии Михаила Сеспеля в память о нем каждый год проводят различные мероприятия в разных уголках республики. В Чебоксарах классика почтили митингом. Днем рождения! Днем рождения! В честь 114-летия выдающегося чувашского поэта Сеспеля состоялся праздничный митинг. Его организовал одноименный республиканский благотворительный фонд при поддержке Минкультуры Чувашии и администрации города Чебоксары. Этот человек в свое время, в начале 20 века, очень много сделал для чувашского народа именно своей энергичностью. Он много учился и много работал, писал. Несмотря на осеннюю дождливую погоду, у памятника собралось много поклонников поэта. Звучали его стихи на чувашском, русском, белорусском языках. Митинг открыл председатель фонда народный поэт Чуваший Валерий Тургай. Среди выступающих были поэты и писатели, работники культуры и искусства, профессура и учащаяся молодежь. Запомните этот день. Почему? Потому что такие поэты, как Михаил Сейспель, как Пушкин, как Лермонтов, они рождаются один раз в столетие. Чувашскому народу повезло, что у нас есть Михаил Сейспель. Участники митинга возложили цветы к памятнику поэта. Михаил Сейспель прожил совсем короткую жизнь, чуть больше 22 лет. В наследство остались пламенные стихи. Чувашский язык, сыну Чувашскому к морю. Около 60 произведений, которые вошли в Золотой фонд чувашской литературы, были изданы на многих языках. Такой же митинг в этот же час провели и в далекой Украине, на могиле поэта. Последние годы жизни Сейспель провел в городе Астерии. И там же он похоронен в 1922 году. Алена Жукова, Ольга Алексеева, Александр Петров, Республика. Сегодня из Монако пришла радостная новость. Столица Чувашия завоевала право на проведение Кубка мира по спортивной ходьбе в 2016 и 2018 годах. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Напомним, что чебоксары уже принимали Кубок мира ИА в по спортивной ходьбе в 2008 году. Наш выпуск завершен. Я напомню, что сразу после нашей программы в программе по существу интервью участников совещания по земельным вопросам. Я с вами прощаюсь и удачных выходных.